Только два способа изготовления свечей используем. Это литье в трубке и с помощью барабанов делаем свечи. На барабане мы можем делать свечки где-то сантиметра, сколько, полтора, ну, в диаметре, полтора сантиметра, а самая тонкая, там, ну, может, миллиметр, самая тонкая свечка. Вот так вот. Вот. У всего, что в монастыре делается, один смысл, чтобы это перед Богом делать. И все. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного. 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 Хлеб мы печем по старой технологии, как вот раньше на валаме пекли еще до революции. Раньше везде пекли хлеб квасной на закваске. Приготовляется он из хмеля, из сахара делается опара, потом настаивается, потом раскладывается форма и так вот выпекается этот хлеб. Ну, в принципе, этот хлеб, он не только считается древнерусским, вообще он в древности все хлеб пекли на закваске. Как вот и Господь говорит в Евангелии, притчу приводит, что женщина взяла закваску и положила в три меры муки, пока не вскисла все. И отсюда видно, что этот хлеб еще и в Ветхом Завете пекли. Как вот в Ветхом Завете тоже есть приношение из пресных хлебов, есть приношение из квасных хлебов, из квасного хлеба. Вот и мы, слава Богу, печем бездрожжевой этот хлеб на закваске. Он полезен для здоровья очень, в нем очень много калорий, говорят 600 калорий, а в том 200 с лишним. Поэтому от него и больше здоровья, и больше силы. Желудки у братьев не болят, как бы он переваривается лучше. Ну и слава Богу, что Господь вразумил нас так вот печь. Приготовляется пища, конечно, в мире любви служащих при трапезе. То есть то, что сделано с любовью, всегда оставляют следы в душе человека. Перед ночами послушания обязательно молимся, внимательно очень, совершаем прошение Божьей Матери. И после послушания, когда вот если он остается, вместе становимся, благодарим Господу. И бывает так, что идет сеночное обдение, а мы еще на кухне до 10, до 11 часов, и приходим уже на сеночное обдение, измученный, уставший, но сделавший свое послушание. Песня. 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 Сеночное обдение просворника, сказать, не назвать легким, во слава Божьей Господь помогает. После замеса теста вечером мы ставим на печь, и до утра, до раннего утра, даже можно сказать, ночью встаем, приступаем к выпечке просвор. Сам процесс начинается с молитв, и во время делания просвор, один из просворников гласно, устами, произносит Иисусову молитву. Если один устает, другой начинает творить молитву. Он помогает от болтовни, от какого-то рассеяния, ну и от молитвы освещается, чтобы чинно все было так происходило. Ну и как бы монах должен непрестанно молиться. Слава Богу за все. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Слава Богу за все. 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 Слава Богу. Слава Богу за все. 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 Благоприятные молитвы Благоприятные молитвы Благоприятные молитвы Продолжение следует...